Ох, люблю я это зрелище. Мотоциклы, что-то с ним возятся все. Плосогубцы, говорит, надо. Перчатки и тряпку. Дал ключи от доминара. Вот мой товарищ, греется. 4,194. Я прибрался, подмел, чистота кругом. Приготовил место. Здесь буду менять масло. Погонял немножко тут по нашей улице. Был шанс проверить ЭБС-ку. Заднее и переднее колесо. И как он проскальзывает на второй скорости на камушках при разгоне. Сейчас буду сливать масло и прочее. Снял передний плуг. Отвинчивается он очень просто. Один винт здесь, один здесь. И также с другой стороны. Здесь идет шестигранник. По-моему, на 4. Ну вот. Будет возможность добраться до пресловутого маленького фильтра. Но не с этой стороны, видимо. Вот он. Так, как же ее показать-то? Вот, видите, гаечка, пробочка. Теоретически она откручивается и оттуда чего-то нужно достать. Ну, посмотрим, как тут на горячую это делать. Пока не знаю. Но здесь-то точно надо менять. Откручивать. Так, товарищи, наделаю свои самые грязные перчатки. Ими я люблю откручивать всякие штуки. Ключ на 18. Откручиваем гаечку. Сливную пробочку. Маслица там горячая. Головку, конечно, лучше... Мне чуть неохота доставать. Так, и как-то бы так ее удержать. Ну-ка. Опа. Ну вот, налил немножко, конечно. Так я не люблю наливать. Но вот для этого и нужны перчатки. Такие. И бумага подстеленная. Потому что обязательно масло у вас куда-нибудь туда-сюда побежит. Вот оно. Видите, какое черное масло. Да 2000 проехало всего. Я сейчас уже побольше проезжаю. Раньше я вообще по 1000 ездил. Пробочка хорошая. Пробочка хорошая. Не люблю в гараже на бетон лить масло. Поэтому у меня тут везде чисто должно быть. Сейчас я вам покажу, что там творится. Черное масло. Ну вот, если посмотреть на слив, на сливное отверстие, видно, что масло-то оно еще живое. Видите, оно такого нормального цвета-то. Конечно, кто-то ездит 5000. Я 5000 не езжу. Оно вполне еще нормальное, если вот так поболтать. Но оно достаточно вязкое, хорошее, не как вода. Плюс оно еще разогрета сильно. Хорошее масло. Это масло я ни за что не променяю, ни на что. Оно меня очень устраивает. Но сегодня я буду пробовать заливать нечто новое и более совершенное. Так, фильтрик. Ну, там уже только очень много стружки. Ну, крупного мусора я какого-то слишком сильно не вижу. Ну, так и должно быть. Крупный мусор уже весь ушел. А стружки-то много. Да. Много металлической стружки. Но это хорошо. Детали притираются. Он должен работать мягче. Мыть я его в бензине не буду. Я уже убедился, что при частой замене масла это делать не обязательно. Достаточно просто протереть его снаружи. Аккуратненько тряпочкой сеточку пройти, чтобы убрать мусор. Он очень чистый, красивый. Все. Опилки убрали эти металлические. Их тут уже нету. Так, ну и что там у нас? Все. Туда, кстати, заглянуть можно. Все мне говорят, зачем ты установил боковое освещение. Лампа именно как раз во все эти отверстия и сбоку хорошо освещает мотоцикл. Ключик на 13 нам понадобится. Так, ну оттуда наверняка что-то побежит. Тоже. Перед тем, как откручивать вот такие винты, сливные пробки и прочее, я их сначала протираю немножко, чтобы на них песка не было. Чтобы ничего туда не попадало. В сервисе этого, конечно, никто ничего не делает. Никто ничего не протирает. Так, ну ничего, у меня перчатки не плавятся, вроде облушитель. Наверное, он чуть-чуть подостыл. Так, ну вроде крутится, ребята. Ай-яй-яй. Голыми руками тут не залезешь. Прямо рядом с глушителем, вот я его трогаю, пальцами задеваю. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Это я уже своими лучшими перчатками полез, конечно. Надо мне одеть что-нибудь более масляное. Более масляное. Потому что таких перчаток у меня немного. Сегодня одни я, тем более, товарищу отдал. У него слетела цепь на трассе. Я к нему подъехал и ему перчаточки эти презентовал. Блин, она так тяжело крутится. Как туда залезть-то? Ё-моё. Давай-давай-давай сюда. Она не вылазит. Ладно, пусть масло пробежит. Видите, масло-то какое. О, отработанными газами пахнет. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я совсем не понимаю, как доставать эту штуку. Так, я достал оттуда, из сетчатого фильтра, из тонкой чистки, вот такой кусок герметика. Не знаю, тут что-то видно, не видно будет. Вот он такой длинный кусок герметика достал. Так, товарищи, закрутил я обратно ключом на 13, аккуратненько. Я примерно понял, что это такое. Это отстойник для крупной очистки, скорее всего. Или для повторной, для какого-то контура, в общем, или для мелкой. В общем, это все сеточки, это все крупное. Для мелкой идет бумажный фильтр. Здесь, я думаю, его доставать и не надо. Открутил крышку, оттуда стекло, весь отстой вот этот вот. Вместе с этим отстойом все равно вытекает что-то, что скопилось. Тут так устроено конструктивно, что внизу скапливается на этой сетке. То есть, открутил, вытекло масло какое-то, и все на этом. И уже хорошо. Сейчас я наклоняю, может, немножко мотоцикл, чтобы оттуда дополнительно что-нибудь слилось еще. Ну и буду менять бумажный фильтр. Так, вот масла, конечно, много слилось. В доминаре уже не как на Авенджере, в боксере. Так, ну что, давайте я сниму масляный фильтр. Вот у нас ключик на 8, очень похоже, но как-то слегка болтается. Вот этот фильтр, на котором, по сути, который несет всю ответственность за чистоту масла. Те сеточки, они постольку-поскольку отсеивают крупные какие-то включения, которые могут попасть при сборке двигателя, либо магнитик, он собирает пыль вот эту металлическую. Так, вот он уже немножко крутится. Ну давайте я вот повернул и снял. Здесь вот на крышечке, не знаю, будет видно, не видно, написано КТМ. КТМ. Так что вполне верю я, что это двигатель от КТМ-390. Сейчас надо достать фильтр, так просто его не достанешь. Так, вот я принес проволочку, нашел, откладывал я еще с прошлого раза. Просто кусок проволоки стальной. Вот так вот она, немножко загнут кончик, и вот так вот раз. Все, поддели. Все бежит еще. Вот он фильтрик, это уже не родной, это уже другой. Фильтр это вот какой. Hi-Flo 155 моделька. Отличные фильтры, их ставят даже в японскую технику, даже в Ямахе. Так что, ну стоит он, конечно, 360 рублей мне достался в магазине, в мото-магазине я купил. Так что это совсем не дешево. В общем, что хочу сказать, какого-то криминала я совсем не вижу. Он, конечно, так и не увидишь. Он забивается, теоретически, мелкодисперсной какой-то грязью. Но, я думаю, 5000 такой выдержит. После обкатки, конечно, в течение обкатки, конечно, надо менять фильтры эти. Прошу прощения. Но если мотоцикл уже обкатанный, если он уже тысяч пять прошел, к примеру, то такие фильтры можно начать менять. Если масло хорошо меняешь, часто через каждые 5000. Ну так, примерно я делаю. Один фильтр, две замены масла. То есть, замена масла это ориентировочно на тысячи две, две с половиной будет. Ну и, соответственно, один фильтр на две замены масла. Но это уже после обкатки. Далеко, глубоко обкатанный мотоцикл должен быть. Вот я начал сливать. Наполняю мотоцикл. Оттуда уже бежит. Вот так вот. Видите? Тоже черненькое. Ну, оттуда прилично выбежало. Я думаю, не буду я запускать двигатель и прочее. Незачем это делать. Запускать это только с маслом лучше, конечно. Кто-то запускает. Раньше я на Аонжеле тоже так пытался делать, но по ровным счетам это почти ничего не дает. Вот если залить туда масло какого-нибудь промывочного и запустить, тогда, да, это было бы круто. Это было бы круто. Ну вот, в принципе, все. Чисто там. Сейчас только протереть это. Так, ну что. Ойлфильтр. Хифло Рейсинг 155. Такая вот штука. Вот он, красавчик. Все отлично. Здесь еще протер. Можно, конечно, вот это кольцо убрать, протереть его отдельно, но я этого делать не буду. Я немножко вот там почистил, чтобы песочка не было и ничего такого. И поставлю обратно. Понадобится, значит, когда-то я его сниму, это колечко. Ну, в общем, вот. Частая замена масла это долгая жизнь вашего двигателя. Ну, как частая. Через тысячу, конечно, я не буду менять. Тем более масло у меня сейчас очень хорошее будет. Да и обкатка уже почти пять тысяч. Тут, я думаю, вот так вот аккуратненько с двух сторон, ничего не перетягивая. Как автомобильные колеса закручивают. Ну, все, вроде крышка встала. Я бы сюда шайбу гровера, конечно, поставил. У меня есть. Но пока, наверное, не буду. Вроде держит, ничего не требуется. Ну, все, я закрутил. Тут до одурения закручивать не надо. Даже перетягивать не буду. Не хочу перетянуть, чтобы там сломать что-то. А, кстати, я... Посмотрите-ка, ребята. Я ведь не открутил вот эту штуку. Сейчас я вот ее откручу, посмотрю, польется ли что-то. Ну, я думаю, ничего не польется. Видите, ничего не капает. Потому что все равно при откручивании сливного отверстия, когда сливается основной уровень масла, там обмен воздухом идет через это... Через сливное отверстие само обмен воздухом. То есть масло выходит, воздух туда заходит. Вот. Эта штука, она не влияет. Никак. Видите, даже ни одной капельки не вышло. Так что откручивать ее не сильно обязательно. Ну что, немножко пошатать, что ли, его? Ну, пошатал. Все, ничего нету, ни одной капли. Пойду на ту сторону. Вот он, фильтр красивый. Всю стружку я убрал, утер. Мы его поставим на место. Вот так вот. Все, там резиночка встала. Теперь у нас идет крышечка. Крышечка тоже у нас. Немножко протру я ее. Кто-то там у нас катается на питбайке. Пацанчик какой-то. По нашей улице поедет, не поедет. Интересно. Я его тут испугал один раз. Чтобы он тут не гонял. Вышел с лопатой, замахнулся и давай, говорю, едь. Он не поехал. Возит девчонку. Девчонку шлем одел, а сам без шлема. Он еще просто не знает, что это геройство закончится тем, что ему муха в глаз прилетит, какая-нибудь жук майский. И все. Он нечаянно рулем вернет и себя угробит. И девчонку летает в темноте. Даже света нет у него. Представляете? Так, ну-ка я еще раз... Все, хватит. Подтянул. Подтянул. Эту тряпку, видимо, на выброс. Она вся в масле. Тут у нас номер двигателя. Протру я. Завтра поеду в мини-дальничок. Игорь у нас уехал в Екатеринбург. А я прокачусь ему навстречу на свеженьком масле. Проверю, как будет работать новое масло. Ну, все, в принципе, товарищи. Фильтры я обслужил. Масло слил. Осталось только залить новое масло. Сейчас вы увидите, какое. Поеду я к другу. Сегодня у него день рождения. Сказал, что попозже приеду, но это уже затягивается. Масло буду заливать завтра. Я слил отработку. Вот оно. Черное дно. То есть масло уже все отработанное. Ну, где-то 2 200. Оно прожило, это масло. Масло показало себя хорошо. Хоть оно и потемнело, но свойства у него хорошие. Видно, что оно вязкое. Структура масла у него не утеряна. Бывает совсем, как вода сливается. Очень плохое. Так что, завтра я приду и залью. Чистенькое масло. Ну, вот. Я покажу. У меня есть посылочка от Луфойла. Я купил в официальном интернет-магазине. Купил две канистры. Это я купил, как, грубо говоря, на повседневку. Это великолепное масло для мотоциклов 10W40. SL-классификация. Оно проверено уже ни в одной технике мотоциклетной. И после залива такого масла даже Максик у нас сказал, что у него он мягче работает. Передачи включаются четко и так далее. И вообще, ему очень нравится. Раньше он тоже все Матюль заливал. По тысяче рублей тратил. Но плюнул на это дело. И начал заливать Лукойл. Вот такое вот масло. Это уже гарантия того, что двигатель ваш проедет 22 тысячи, как боксер у нас проехал. И то, что он будет в порядке. Он по трассе идет. Наравне практически с Авенджером. И не побоюсь сказать этого слова, с доминаром. Сколько мы по трассе ездим? Серега пилит 100 км в час. Очень уверенно. 22 тысячи проехал боксер на масле. Лукойл полусинтетика. Мне рекламировать его смысла нет. Мне никто за это не платит. Лукойлу я вообще до фени о ней. Не знаю о моем существовании. Но, как показала практика, это очень здорово. Так, стоимость у него 1164 рубля за 5 литров. Это у нас официальные цены. Вот, видите? 1184. И 1180 я купил на пробу новое для меня масло. 4 литра. Вот такое. Лукойл Genesis серия. Это самые топовые масла. В них, я уверен, как ни в коем другом. Но здесь, к сожалению, идет спецификация SN. Вот. Но я посмотрел. Oil Club делали анализ этого масла. То есть, это не самый топ. Не самый топ по начинке. Здесь написано классификация SN. Но здесь, видите, как скажется, synthetic technology. То есть, это нельзя назвать чистой синтетикой. Это как идет... Это как полусинтетика профессионала, говорят. Примерно то же самое. Вот. Но серия Genesis. У него там температура вспышки другая, наверное, щелочное число другое. То есть, на нем наверняка можно больше отходить. Такое масло льют в автомобиле. Очень нравится людям. Говорят, что замечательное масло. Так что я его залью и попробую. Единственный минус, который может оказаться при такой классификации, это то, что начнет буксовать сцепление. Это выяснится на трассе, когда мотоцикл идет на полных оборотах. Но если начнет буксовать, значит, я его солью благополучно и залью вот эту полусинтетику уже проверенную. Масла эти великолепнейшие. Никто их сейчас еще пока что не может подделывать. Тут степени защиты очень сильные. Вы начнете изучать, если эту тему. Вы поймете, о чем я говорю. Вот эти вот все лазерные штрих-коды, впаянная этикетка, двухкомпонентные крышки. Короче, отвлекли меня. Не буду нахваливать это масло раньше времени. Я его хочу попробовать. У меня давно это уже мечта. Попробовать это масло. Как оно себя поведет. Подозреваю, что в таком современном КТМ-овском двигателе нормально будет. Тем более инжектор здесь. В общем, как-то так. Но это завтра. Ладно, товарищи. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.